Чао, рогатцы! Меня зовут Евгения, я руководитель компании GourmeShop.ru Мы с ребятами проводим винные игры и выездные дегустации в Санкт-Петербурге и Москве Одна из самых популярных программ это винное казино Это отличная программа, если у вас тимбилдинг, день рождения Или, допустим, необходимо скрасить какую-нибудь скучную и унылую конференцию Но бывает так, что все-таки бюджет ограничен, а отметить праздник все-таки хочется с друзьями Либо нужно что-то подарить срочно другу или подруге И это вечный вопрос выбора, потому что вы не знаете, что дарить человеку, у которого уже в принципе все есть В общем, учитывая все эти факторы, нам удалось разработать новую настольную игру «Винное казино» И этот видеообзор, собственно, об этой игре Вот так вот она выглядит Мы упаковали эту игру вот в такой длинный, вытянутый тубус Цвета полотен для азартных игр Итак, теперь распаковка, что у нас внутри Итак, первое – это правила игры Здесь все очень популярно расписано Минимальное количество для игры – это два человека Также у нас в комплекте идут мешочки Вот они у нас здесь Это четыре мешочка с циферками В общем, в эти мешочки, собственно, убираются вина Вообще, очень прикольно играть, если, допустим, вас собирается компания друзей И каждому другу вы говорите, ну, принеси там бутылку вина Любого, красного, белого, неважно И как раз вот эти бутылки, они убираются в мешочки Так, следующее – это набор из фишек Здесь у нас в составе 100 фишек, причем четырех цветов, каждый по 25 штук Тут, конечно, сразу возникает вопрос А если у вас будет играть сразу, ну, к примеру, 8 или 10 человек? На самом деле, в правилах игры все подробно расписано Каждый раз, когда вы разливаете новую позицию вина Ваша задача – выдать участнику всего по 4 фишки Можно делать это хаотично, можно просто любые 4 цвета выдавать Либо можно выдавать 4 фишки четырех разных цветов Для чего? В составе у нас находится вот такое вот видное полотно И вот это вот полотно для игры, оно как раз состоит из четырех цветов Зеленым отмечены страны, красным и желтым отмечены сорта винограда Также здесь нужно сделать ставку на старый цвет или новый цвет, то есть на часть света И на год урожая Поэтому, когда вы выдаёте фишки участникам Вы можете делать синими фишками ставку на год урожая Красными фишками мы рекомендуем делать ставку на часть света Желтыми фишками мы рекомендуем делать на ставки на сорта винограда Причём, ну, либо на красное, либо на белое И зеленая фишка – это, соответственно, ставки на страну Ну, в общем, полотно достаточно из такого прикольного плотного материала, поэтому его можно и скручивать И также на него можно проливать вино, плевать, ставить закуски В общем, оно такое достаточно долговечное В общем, если вы не знаете, что подарить другу, подруге Или как клёво и интересно отметить в компании с друзьями день рождения То заказывайте винное казино, очень крутая игра Рекомендую Аливидерчи!